Взрослым скамейки, детям качели и карусели, подросткам вай-фай без пароля. Этим летом столичные парки обновят. Гуляла по аллеям и узнавала подробности Ольга Пырочкина. Пора по паркам. Чем жарче становится на улице, тем меньше свободных мест на лавочках в тени аллей. Все три основных парка столицы Чувашии, Лакреевский лес, парки Николаевы и Пятьсотлетия этим летом преобразятся. С вопросом, чего вам не хватает в городских парках сейчас, что бы вы добавили, мы обратились к гуляющим. Бесплатных аттракционов для детей, которые до двух лет или два года, потому что очень много аттракционов, которые уже такие для больших детей. Можно было побольше цветочков? Ну, аттракционов, по-моему, достаточно. Ну, если только скамеек, где можно отдохнуть. Можно бесплатных каруселей какие-нибудь, то все очень дорого. Бассейн, где купаться, ну, еще, ну, вроде все есть. А тебе как? Площадку там. Все убрали, мои любимые аттракционы. А что в площадке хочешь видеть? Ну, что-нибудь новенькое. Там качели дорогие. Ракушки, как в Лакреевском лесу. Побольше магазин, где будет продаваться побольше мороженого. А хотите в парк, чтобы интернет был? Да, Wi-Fi. Без пароля. Многое из того, что перечислили горожане, заложено в проектах обновления. Так, в Лакреевском лесу, помимо ремонта тротуаров, система освещения и зеленения обновят детскую площадку. А для родителей появится Wi-Fi без пароля. Обещают даже возможность заряжать гаджеты. Кроме этого, у нас, конечно же, запланировано очень много сидячих мест. Мы заказываем в едином стиле скамейки. Они будут у нас располагаться вдоль центральной аллеи. Около центральной сценической площадки тоже предусмотрено многофункциональный, многоуровневый комплекс скамейок, где можно будет и полежать, и посидеть, и посмотреть, и компаниями. И, кроме этого, эти скамейки будут мобильные. Из них можно будет складывать, например, слово «Чебоксары». По словам директора управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, на работы по их части в этом парке потребуется порядка 5,5 миллионов рублей. По парку Николаева, который также ждут обновления, эстрады, озеленения, малоархитектурные формы, сумму еще не определили. Это, наверное, свойственно всем городам, когда город разрастается. У нас в Чебоксарах с вами строится 15 микрорайонов только на данный момент. Конечно, каменные джунгли начинают создавать определенную стрессовую ситуацию для людей. И поэтому парки – это то самое значимое, что мы обязаны сохранить. На протяжении достаточно долгого периода парк Лакреевский лес не получал бюджетного финансирования в принципе. Так же, как и парк 500-летия, потому что это были учреждения, которые всегда зарабатывали сами. Но сегодня мы понимаем, что без включения административного ресурса и бюджетного финансирования парк сам не в состоянии на старых аттракционах заработать достаточно для того, чтобы развить в целом и комплексную инфраструктуру. Все, о чем шла речь, планы только на этот год, так называемые краткосрочные. Уже несколько лет архитекторы города разрабатывают глобальный проект реконструкции Лакреевского леса. Но это уже совсем другая история. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.